привет друзья и подписчики привет youtube сегодня мое выступление на митинге в дубне в 10 часов утра должно быть и на случай если я не доеду что-нибудь по дороге случится решил заранее записать его и выложить ну и тот кто не сможет прийти тоже сможет его послушать и так привет дуй дубна мое уважение всем кто пришел сюда чтобы сказать нет безобразной свалки в карьере сегодня здесь нет ни одной газеты или журналиста с телевидения потому что сми принадлежат партии единой россии все они скрывают настоящее положение дел от жителей тульской области они скрывают что к нам завозят мусор из москвы хотя каждый кто едет по m2 видит поток огроменных фур с прицепами с московским мусором те кто по m4 едут тоже такие фуры видят но они едут в новомосковскую узловую а все что по m2 это все в дубну но пресса об этом молчит также в официальной прессе вы не найдете что в 2018 году в рамках на нацпроекта экология тульская область вместе с мордовией и чукоткой полностью провалились провалились и вернули 131 миллион который им выделил федеральный бюджет просто вернули все деньги потому что за год не смогли потратить ни одной копейки представляете имея бюджетные деньги наши бездельники министр природных ресурсов и экологии панфилов председатель правительства шерин просто не смогли их потратить им времени не хватило на закупку оборудования или на составление проектно-сметной документации от такого позора в отставку сами они не ушли наш губернатор не выгнал их своей замечательной клюшкой под зад он наоборот их даже хвалит а почему может быть потому что единственная цель всей этой мусорной реформы состоит только в том чтобы возить к нам мусор из москвы за наши же деньги ведь в территориальной схеме обращения с отходами не оказалось ни одного завода по переработке ты был точнее из проекта тер схемы исчезла 4 завода 4 завода которые в ней были в 2016 году вместо заводов магически возникли полигоны а по факту просто свалки в нарушение всех мыслимых норм эти свалки получили лицензии как это произошло силы времени потратить деньги из федерального бюджета у нас нет а выдать лицензию на необорудованный карьер время и силы у нас нашлись с избытком также тер схема не предусматривает захоронение мусора из других регионов но по факту это происходит на наших глазах и министров только хвалят за это проще говоря они нам врут ну а если нам врут то оставшиеся мы вынуждены додумывать сами какой смысл был проводить такой конкурс в котором все 30 тульских миссер мусорных фирм отвалились осталось всего две московских без машин без контейнеров без собственных денег на закупку чего-либо без построенных полигонов в тули без опыта без опыта строительства полигонов или заводов не в тули а хоть где-нибудь без людей без офисов без компьютеров без столов без стульев как они смогли выиграть и это все без поддержки губернатора произошло тогда кто за это отвечает панфилов и ширин или это губернатор отец реформы хватит нам уже врать дайте атлет людям кто отвечает за этот беспредел в карьере под дубной и за имитацию мусорной реформы в тульской области и как вам не стыдно деньги на это из наших карманов брать а федеральные деньги не смочь потратить я призываю губернатора отмежеваться от всего этого и отправить в отставку панфилова ширина озаботено не просто в отставку отправить а гораздо дальше потому что выдача лицензии не оборудованного на карьеру это преступление и коррупция никаких других слов у меня для этого нет если вы алексей геннадьевич не хотите разделять с ними ответственность то и не разделяйте подписывайтесь на канал ставьте лайки ставьте дизлайки пишите в комментах приходите на митинг и поддержите поддержите наши требования губернатору о том что этот беспредел должен быть остановлен